Билли, ты какой-то грустный, что случилось? Я хочу пользоваться популярностью и славой среди эльфиек, но у меня ничего не выходит, меня не берут в рейды, потому что я плохо одета, чтобы одеться, нужно ходить в рейды. Не расстраивайся, ведь есть сервис по бустингу Овергир, где ты можешь напрямую заказать рейд прохождения подземелья, прокачку или получение ачивок, а также поднятие рейтинга на арене. О, вот это круто, как туда зайти? Просто кликни по ссылке в описании, и все эльфийки будут твои. Приветствую вас, друзья, с вами Лунный Монах. Сегодня мы затронем достаточно интересную тему, поговорим о мирах, которые для нас открылись во время прохождения точек вторжения на Аргусе. За подборку материала выражаю огромную благодарность Керасеру. В ходе кампаний на Аргусе защитники Азерота обнаружили множество демонических врат, которые вели в миры, находящиеся под осадой Легиона. Герои использовали данные врата, чтобы перехватить силы демонов и выбить их с этих миров. Таким образом, они на некоторое время снижали поголовье порождений Скверны, которые могли бы позже вернуться на Аргус. Но и это еще не все. Каждый из этих находившихся под осадой миров скрывал потаенную силу, которая могла бы стать опасным орудием в арсенале Легиона. Вал. Вал – это ледяной мир, скрывающий некую потаенную силу. Неизвестно, какую именно силу скрывает в себе Вал, но учитывая то, что это ледяной мир, речь может идти просто об очень действенной магии льда. Пейзаж этого мира представляет собой бескрайние просторы льда и снега, в которых постоянно бушует морозный ветер, свистящий между гигантских ледяных шпилей. Небо Вала навевает воспоминания о Нордсколе, тоже северное сияние и далекое солнце. На этой планете не было обнаружено хоть какой-то местной флоры и фауны, но это неудивительно, ведь на Вале царит ужасающий холод, с которым не сравнится даже мороз грозовой гряды. Чтобы избежать гибели во льдах, демоны Легиона разместили на своей точке вторжения множество зачарованных жаровин, горящих огнем скверны. Вал очень сильно напоминает две ледяные планеты, которые показал своим противникам звездный Авгур Этрей во время осады Цитадели Ночи. Эта панорама с видом на ледяной мир называлась абсолютным нулем, и благодаря силе ночного колодца Этрей смог применить в бою магию льда этой планеты. Но все же нет указаний на то, что этим миром был именно Вал. Сенгар Сенгар – это огненный мир, царство и стихия огня. В Сенгаре безраздельно правит огненная стихия. По сути, это что-то вроде огненных просторов Азерота, только размером с планету. Да и пейзаж очень похожий. Бескрайние моря лавы, огромное количество постоянно извергающихся вулканов на выжженной земле и парящие в воздухе камни. Но огненные просторы – это часть отдельного измерения плана стихии. Так что определенные различия между этими двумя царствами огня все-таки есть. Во-первых, огненные просторы представляют собой множество гигантских полостов земли, парящих в огненном небе. А Сенгар – это именно огненная планета с океаном жгучей лавы. Во-вторых, само небо. С Сенгара открывается вид на ветра круговерти пустоты и на один из миров, что видны из Запределья. Известно, что Запределье находится в Великой Запредельной Тьме, но при этом парит на астральных ветрах круговерти пустоты. Другими словами, оно существует на грани двух вселенных, все еще в реальности, но соприкасается с круговертью пустоты. И похоже, что все это справедливо и для Сенгара. Возможно, такое специфическое расположение этого мира в космосе – следствие безраздельной власти одной стихии. На Сенгаре обитают вольные элементали огня, то есть элементали без магических браслетов, магматические великаны, огнеястребы и духи огня. На другой стороне лавового озера, за точкой вторжения, можно увидеть высокие каменные столбы, вроде тех, что образуют логово Бетти Лак на огненных просторах. Возможно, там тоже водятся аналогичные огненные пауки. Пылающий легион явился в Сенгар, чтобы подчинить себе его силу. По словам Элидана, с мощью этого пламени легион было бы уже не остановить. Лор вопрос. Кто является ближайшим родственником огнеястребов? Ответ вы услышите в конце этого видео. Ауринор. Ауринор – это мир парящих в небе островов и странных временных аномалий. Пейзаж Ауринора представляет собой множество островов, парящих среди облаков, постоянно обуреваемых ветром. Эти же облака не позволяют увидеть, что находится под островами. Возможно, эти острова весь Ауринор, или под ними все-таки есть суша. Также неизвестно и то, каким образом этот мир принял свой нынешний облик. Дело во внутренней магии Ауринора, или здесь произошла катастрофа, вроде той, что превратила Дренор в запределье. На этих островах не было замечено хоть какой-то местной живности, но там есть множество озер и даже водопадов, вода с которых льется прямо в пропасть. По крайней мере, растения и грибы здесь благоденствуют. Из здешней флоры можно отметить деревья с синей листвой, множество светящихся цветковых растений и различные травы синеватого оттенка. Но главная особенность Ауринора заключается даже не в волшебном пейзаже, а в его временных аномалиях. Магия времени – это нечто вроде ответвления тайной магии. И на Ауриноре с ней творятся странные вещи. Основной вид аномалии здесь виден даже невооруженным глазом. Это сферы тайной магии, внутри которых время двигается быстрее. На Ауриноре нестабильно не только время, но и сама магия. Флуктуации энергии в этом мире постоянно меняются, так что сила заклинателей тут может как заметно вырасти, так и значительно ослабнуть. А еще здесь то и дело с неба падают кристаллы тайной магии. Самая безобидная из местных напастей. Найтл. Найтл – планета грибных форм жизни, полных мощной энергии. Первые ассоциации при взгляде на Найтл – это ночная загрантопия и ее гигантские грибы. Это справедливо. И не только из-за пейзажа, но и из всех тех опасностей, что в нем скрываются. Легион пришел в Найтл ради силы этих грибных форм жизни. Чернокнижники буквально вкачивали в свои тела споры и энергию этих грибов. Это заражение не только делало демонов сильнее, но и не позволяло убивать их героям без особых предосторожностей. Ведь после смерти демоны взрывались кашей из едкой смертоносной слизи. Кроме своих обычных войск, Легион взял с собой на Найтл желчегнусов – демонов, которые похожи на летучих мышей с головами охотников скверны. Насытившись спорами грибов, эти твари научились извергать на своих врагов сгустки особенно опасной слизи. Кроме этого, чернокнижники Легиона оскверняли местных болотных шаркунов – гигантских существ, выглядящих как туманные скрытни Пандарии. Колдуны одновременно вытягивали из великанов споры и при этом наполняли их скверной в попытке подчинить своей воле. Но в итоге что-то с их ритуалом пошло не так – чернокнижники погибли, а взбешенные и приполненные скверные шаркуны начали уничтожать всё на своём пути. Но это ещё не всё. Если подойти к берегу точки вторжения Легиона и хорошенько вглядеться в панораму освещаемого звёздами водоёма, то можно заметить, что на утёсе за водоёмами есть каменные постройки. Кто построил эти укрепления? Обитаемы ли они? Если да, то кем? Пока на эти вопросы нет ответов. Сангва. Сангва – мир останков древних гигантов. Сложно сказать, что представляет из себя весь этот мир целиком, но Легион выбрал для своей точки вторжения наиболее минорный пейзаж. Всюду веет смертью и разложением. Болезненный мир, полный останков гигантских зверей. Существо, дремлющее под землёй, кровь которого обладает магической силой. Кровь, которая может принять твёрдое состояние и которая образует агрессивные сгустки живой слизи. Щупальцы этого существа, вырывающиеся из недр земли. Быть может, это существо – древний бог или некое порождение одного из них. Возможно, это из-за него Сангва выглядит именно так, и это он ответственен за смерть гигантских существ этого мира. А самоцветы из этой крови и вовсе напоминают кровавые камни восточных королевств, которые тоже могут быть кровью древнего бога. Сангву устилает великое множество костей гигантских существ. Они практически повсюду. Вся горестая пустошь практически усеяна этими останками. И этот пейзаж вызывает много пугающих вопросов. Что это были за гигантские звери? Почему они погибли? И все ли они мертвы? Легион прибыл в Сангву, чтобы добывать кровь существа, спящего под поверхностью земли. К тому же, по словам Элидана, демоны пытаются иссушить это создание. Так что герои Азерота его спасли. Боних Боних – это мир, который невероятно богат духом. Именно поэтому здесь так процветает жизнь. И именно ради этого сюда явился Пылающий Легион. Насыщенность элементом духа позволяет местным деревьям соперничать по своей величине даже с лесами ясенего леса. Более того, эти деревья растут буквально на глазах и распространяют особую волшебную пыльцу, придающую силу. А в остальном, если не обращать внимания на исчезающие в туманном небе кроны гигантских елей, то точка вторжения на Боних – это вполне обычный лес, цветущий травой и чистыми озерами. Первая опасность, которая ждет всех, кто посмеет ступить на эти священные земли – опутывающие лозы. Речь идет о священных лозах, которые угрожают опутать и придушить гостя с другой планеты всего за пару мгновений, если тот не успеет от них удрать. И еще одна местная опасность – огромные рои жалящих насекомых, которые курсируют по лесным опушкам, подобно настоящему туману. В лесу за пределами точки вторжения были замечены следующие виды животных. Различные лесные птицы, которые мало чем отличаются от озеротских. Воздушные плавуны – этакие скаты пустоты Дренора, только очень маленькие, размером с обычных птиц. Эти существа передвигаются маленькими стаями и парят высоко в небе над источниками воды. Громкие квакуны – гигантские жабы ростом со взрослую лошадь и в два раза шире, отдыхающие на берегу озера. Эфемерные скакуны – полупрозрачные единороги, возможно, они частично находятся в другом измерении, отсюда и их странный облик. Стражи Краснолесья – вполне обычный на вид олени, только вот с этими оленями не все так просто. Они называются стражами этого леса. Группа таких стражей патрулирует внешние пределы рощи и их ведет гигантский бурый олень по имени Лассернир. Учитывая всю эту информацию, можно предположить, что Лассернир – это местный аналог диких богов Азерота, или точнее, божеств Спикафарака. И поскольку Бониха забилует духом, там вполне могли появиться такие могущественные сущности из мира дикой природы. Вечные хранительницы – эти существа выглядят как кристаллические дриады. Пылающий Легион пришел на Боних, чтобы напитать его силой свою военную машину. Зачем им для этого лес, пропитанный силой духа? Тут все довольно просто. Скверно, подобно костру, который нуждается в новых дровах для поддержания своего пламени. И Легион использовал богатые магии деревья Бониха, чтобы разжечь ими скверну. Деревья после такой процедуры превращались в каменные столбы. Но в итоге героям удалось помешать демонам высушить местный лес, и даже обстрел корабля Легиона не смог обеспечить демонам победу в этой схватке. Ответ на лор вопрос. Ближайшим родственником Огнеястребов являются протодраконы. На этом видео подошло к концу. Не забудьте оценить его, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и подписаться на канал. С вами был Лунный Монах, Анды Тарас из Сил, друзья. Новое видео уже скоро.